Останки 64-х солдат Шервоной армии перепаховали в Слонимском районе. А пошли притулок яны знайшли в братской могиле у агрогородка Драпова. Шервоной армейцы были знайдены участки пошуковых работ у двух локациях на территории Азерницкого сельсовета, которые проводились летом минулого года. Как было вызначено по знайденных медальонах, документах и узнагородах, загинули яны участки прорыва закружения у первой дни войны. История именно этого, сегодняшнего перезахоронения, была уникальна. Мы вышли на это место по немецким фотографиям. Сразу после боя солдаты вермахта схватили фотоаппараты и побежали фотографировать разбитую нашу технику, горящую на дороге, тела убитых наших солдат. И были подписи, что деревня Азерница после ночного штурма русских. И видны были на одной фотографии, скажем так, контуры могилы, в которую наши военнопленные солдаты сносили тела погибших своих боевых товарищей под присмотром немцев. Мы с точностью до метра вышли на точку, зафиксированную на немецкой фотографии. И когда была вахта памяти, вместе с военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона, с ребятами из поискового объединения Отечества Республики Татарстан, мы зашурфились и сразу попали на останки погибших ребят. С 64-х отрымалось установить имены восьми, знайсти сваяков только троп. Яны приехали на церемонию перепахования с Борисова и Слуцкого района, а так само с Российского Архангельска. И были удяшны усим, кто мает дочинение до того, как их родные не были пропавшими без весток. Теперь у них будет место, куда можно приехать, схилить голову и узкласть к ветке. Не было известно ничего о моем дяде. Это брат моего отца, старший. Отец родился уже после войны. Афанасьев Павел Васильевич. Ему было 19 лет. В мае месяце он был признан в светскую армию. И в июне уже сюда, да, отправлен. В первые дни войны он здесь у вас и погиб. В 23-м году, в июле месяце, нам сообщила из поисковой группы из Архангельской области эту новость. Но это было счастье. Хоть и погибший человек, да, столько лет назад он пропал, погиб. Извели тебя, вы планы глазами. Покажу. И тут все четко, можно разобрать, откуда кто. Белый смерть. Сто процентов, да. Изболелась я. Мой дедушке Жарков Иван Матвеевич ушел на войну, будучи совсем молоденьким лейтенантом. Им было 20 лет. И моя бабушка была на тот момент беременна. И папа родился через три недели, получается, после смерти деда. 23 июля 41-го года. Поэтому он не знал своего отца, мы не знали своего деда живем. 16 августа прошлого года мне написали волонтеры, которые после того, как подняли медальон моего деда, искали, ну, начали искать родственников. Мы все с детства знали, что дед пропал без вести. Первые дни войны. Больше ничего. Бабушке пришло извещение с военкомата.